Финал Лиги Чемпионов просто обязан был получиться великолепным. А каким еще может быть матч двух ярких и самобытных команд, которые после прошлогодних титулов во внутренних первенствах в этом сезоне остались без медалей, поставив все на успешное выступление в главном клубном турнире Москвы? Впрочем, было глупо полагать, что соперники пойдут друг на друга с открытым забралом. В первом тайме зрители голов не дождались, да и по-настоящему голевых моментов видели немного. Гефест в основном атаковал с дальней дистанцией, и среди всех попыток античных наиболее близким к голу был удар Андрея Моисеенкова после розыгрыша углового, но за Романа Герасимова сыграла Перекладина. Капитан Гефеста был самым активным в составе своей команды, а у Атлантиса на первый план выходили и Эрик Корчагин, и Роман Широков, и Максим Ромащенко. Но до перерыва Станиславу Станиславскому в игру вступать почти не приходилось. Удары соперников шли выше, мимо или вообще не доходили до голкипера. Разок, правда, Станиславскому пришлось рвануть за пределы штрафной, чтобы вмешаться в борьбу Станиславу Каханову с Сергеем Темрюковым, и немного поволноваться, когда Эрик Корчагин в борьбе с защитником завалился на газон, требуя пенальти. В начале второго тайма Гефест вновь попытался захватить инициативу, и даже в самом дебюте создал великолепный момент, но Александру Масленникову не дали пробить из предела штрафной, как показалось, не без нарушения правил. Но Алексей Сергеев фола не усмотрел, а в ответной атаке Роман Широков, обыгравшись стенку с Максимом Ромащенко, мастерски пробил в касание в дальний угол и открыл счет. Гефест был вынужден раскрываться, и тут же чуть было не пропустил еще раз. Впрочем, второго забитого мяча долго ждать не пришлось. На 42-й минуте рефери проигнорировал падение перед штрафной «Атлантис» теперь уже капитана античных, а в разящей контратаке сине-белые все разыграли как по нотам, выведя на удар Александра Шуленина. В следующие 10 минут все вопросы о победителе могли быть сняты, но Корчагин не попал в пустой угол в контратаке, Широков по изящной дуге отправил мяч в перекладину, а с ударом Ромащенко справился сокративший угол обстрела Станиславский. Зато Александр Масленников своего шанса не упустил. Вновь угроза воротам Герасимова пришла после углового, но на этот раз удар получился точнейшим – под дальнюю штангу. Играть оставалось около 5 минут, и воодушевленный Гефест бросил все силы в атаку. Первая волна наступления закончилась неподготовленным выстрелом Моисеенкова намного выше ворот, а уже в следующей атаке капитан Гефеста, разрезающий передачи со своей половины поля, нашел штрафную Масленникова, умело освободившегося от опеки защитников. Моментом 28-й номер вновь распорядился здорово. Ушел от столкновения с голкипером и отправил мяч в сетку. В оставшееся время Атлантис мог организовать еще одну голевую атаку, но Константин Лазбенев в центре поля ценой удаления сорвал намечающийся выход Корчагина 1 на 1. Возможности реализовать лишнего у хозяев в оставшиеся секунды не было. Серия пенальти началась с сейва Станиславского после удара Владимира Корытько, и Гефест, пробивавший вторым, получил неоспоримое преимущество. Следующие 8 попыток были выполнены безукоризненно, а эффектную точку в финале должен был поставить герой встречи Масленников. Однако полузащитник не сумел переиграть Романа Герасимова. Голкипер угадал направление удара, да и мяч был пущен на удобной высоте, так что серия продолжилась до первого промаха. К сожалению, он случился довольно быстро. Сначала Сергей Тимрюков вывел Атлантис вперед, а затем Евгений Шеренков не смог реализовать свою попытку. 2-2 в основное время и 4-5 по пенальти. Гефест провел классную кампанию, но остановился в шаге от титула. А мощно спортовавший в плей-офф Атлантис заслуженно стал сильнейшим клубом Москвы. Вернулись в игру довольно-таки быстро, наверное, во многом неожиданно, и вот такое поражение. Какие эмоции сейчас, особенно учитывая то, что и в серии пенальти, в общем-то, тоже вели? Ну, какие поражения? Когда вытягиваешь такие игры, конечно, очень обидно их отдавать в конце. Поэтому, конечно, полное разочарование. Потому что вытянули такую очень тяжелую против очень хорошей команды. Честно говоря, очень тяжело сейчас это все переносить. А за счет чего удалось добавить вот так в самой концовке второго тайма? Потому что казалось, что моментов практически вообще нет, а потом бац и два гола. Ну, у нас команда, мы не первый раз в сезоне вытаскиваем игры. Вот, у нас сильный характер, мы его не раз проявляли, тоже сейчас мы никого не боимся, и везде гнем свою линию, поэтому она дает результат. И сейчас вытащили игру на характере. Роман, во-первых, хочется спросить, вот тот гол, который вы забили, опишите вообще, что произошло, потому что, честно говоря, со стороны выглядело, ну, просто феерично. Да, вроде обычный гол, сыграл стенку с Максом и ударил, вратарис, там, где защитников не видел, удачно попал в дальний угол. Моменты, которые затем возникали у Атлантиса? Сгубили, если бы мы реализовали при счете 2-0 свои, там, 2 или 3 момента, игра бы закончилась. Но мы сами позволяем, 2-0 вообще не наш счет, мы в чемпионате от него пострадали несколько раз, и сейчас чуть не проиграли матч, выигранный, в принципе. Соперник за счет чего, на ваш взгляд, сумел добавить вот в последние минуты второго тайма, и так два быстрых гола забили, несмотря на то, что у них моментов-то не было толком? Ну, моментов не было, но сами старались играть в футбол, молодцы, хорошая команда, естественно, хотели отыграться, и момент, который у них возникли, они их здорово реализовали. Роман, а почему пенальти не били? У меня спина побаливает, поэтому я решил, что лучше пускай ребят бьют, которые полностью здоровы, и наверняка забьют.